Когда детские площадки начинают ремонтировать в конце лета, такую ситуацию на встрече признали недопустимой. Чем раньше начать обследование, причем вместе с общественностью, тем безопаснее и лучше пройдет лето у юных горожан. Главный вопрос – финансовый. В текущий момент времени мы оцениваем затраты на годовое содержание детских спортивных уже возведенных площадок в городе на уровне 55 миллионов 700 тысяч рублей. То есть, не имея этих средств, наши площадки будут просто приходить в то ненормативное состояние, про которое мы, наверное, говорили. Однако, по мнению главы города, сумма для местного бюджета слишком большая и предложил коммунальщикам дополнить информацию по содержанию детских площадок. Ищите источники финансирования. К сожалению, все предложения ЖКХ даже о том, что мы хотим увеличить финансирование, они, конечно, понятны. Но за каждым предложением об увеличении финансирования должно еще и быть предложение у источников, которые это позволят сделать. В любом случае, все детские спортивные площадки приведут в нормативное состояние. Для улучшения ситуации предложили провести их паспортизацию и составить четкую дорожную карту по срокам ремонта. Принимать готовые работы обязательно с общественниками. Кроме того, департамент ЖКХ ждет от горожан предложений по благоустройству своих дворов. Вот шесть дворовых территорий, мы там всяко-разно сделаем ремонт внутри квартального проезда, установим скаминки, установим урны, поставим освещение. А если люди хотят детскую площадку, в любой форме, какую они хотят, обращайтесь, пожалуйста, в департамент. Вот пятачок два метра. Одни хотят там парковку, одни там платят площадку, третий хотят какую-то зону. Определитесь между собой, собственники, домов. Обсудили и ремонт дорог. Всего в этом году планируется обновить 7 километров покрытия на самых разных улицах города. Общественники указали коммунальщикам, что в прошлом году не везде ремонт провели качественно. Как заверили специалисты, в таких случаях срабатывает принцип гарантии. Заново отремонтировать участок подрядчик обязан за свой счет. Наталья Платонова, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск».